Всем привет! В этом видео покажу, как создать такой эффект на экране. Я буду делать эффект на Universal Render Path Plane, но в отличие от обычного рендера, где достаточно одного маленького скрипта, чтобы добавить картинку перед камерой, тут я нашел единственное хорошее решение от девелопера Циан на его сайте. Тут достаточно скачать Blit Shader и поместить его в проект. Ссылка будет в описании. Вам не нужно разбираться, как работает скрипт, то просто перейдите в Forward Render от Universal Render Pipeline Asset и добавьте сюда Blit. После чего нужно создать какой-то шейдер, создать именно Until Shader. Потом создайте с этого шейдера материал и добавьте это все сюда, в Blit. И тут нужно выставить Event Rendering After Transparency. После чего перейдите в шейдер и создайте новую текстуру и назовите ее именно Main Texture. Вот так, как у меня. Потому что это название прописано в скрипте Blit. И отсюда будет передаваться картинка со сцены. И уже вот сюда можно добавлять какие-то эффекты. А вот на UV2 искажения картинки. Как вы видели на превью, тут я буду использовать соты. И для этого я создал вот такой вот сапграф. Чтобы его сделать, я пришел в Project, ой, Package Manager и скачал Shader Graph Samples. И немножко отредактировал этот сэмпл сотами. Чтобы сделать не только Vavet Sot, а еще Vavet вот такой UV. Этот сапграф вы сможете скачать бесплатно по ссылке в описании. А сейчас нам нужно просто добавить его в проект. Вот так, притащить с праведника. После этого добавьте два значения float, чтобы управлять этими свойствами с материала. Вот так. И добавьте еще одно свойство size. Пусть оно будет 12, как и тут. И сохранить все это. И теперь эти значения появились в материале. И можно менять размер вот этой сетки. Давайте сначала сделаем искажения для экрана. Для этого добавьте на выход UV War Noise. Это сделает ячейки разных цветов. И Cell Destiny поставите в районе 100. Не важно какое число. Близкое к 100. И подключите это все в UV. Тут нужно добавить UV. Subtract. Чтобы от этого значения отнять значение вот этих cells. И подключите это в UV. И сейчас вы можете наблюдать очень сильное искажение. А чтобы была возможность его регулировать, нужно добавить какое-то значение float. И пусть это значение будет 0.1. Это нужно перемножить с вот этим выходом out. Чтобы искажение было в 10 раз меньше. Но как вы видите, оно статичное. Оно не двигается. А чтобы добавить этому искажению какое-то движение, нужно создать node time. И перемножить время числом 2, чтобы сделать его в 2 раза быстрее. Потому что обычное время будет слишком медленно. По опыту знаю. Вот так. Теперь это искажение как-то движется. Но нам нужно сделать искажение чисто по центру. Поэтому нужно создать node polar coordinates. С этого нода полярных координат нам нужен только один канал. Поэтому нужно добавить вот split node. И нам нужен только R канал. R канал нужно пропустить через lens. Чтобы сделать его просто вот таким вот, белым. И после этого пропустить через power node. Power пусть будет 7. А radial scale пусть будет 0.3 где-то. Нет, это вот так 0.4. И пропустить это через node multiply. Пусть multiply будет, ну, значение там 20. И это нужно перемножить с war noise. Чтобы сделать искажение чисто по центру. Distortion уже можно поставить 1. И сюда добавить ноды. Мультиплей, примножить это с вот этим. И добавить это все в этот node. И теперь искажение идет чисто по краям. Как вы видите, искажение идет только в одну сторону по кругу. Либо сюда заворачивается, либо в обратную сторону. Делает вот такой вот круг. Это все потому, что мы сюда просто отнимаем значение от uv. А нужно не отнимать, не добавлять, чтобы эти значения были как-то по центру. То есть некоторые квадратики отнимают, некоторые добавляют. Чтобы не было вот такого круглого искажения. И для этого нужно вот сюда добавить ноду add. И добавить его вот сюда. В addNode нужно добавить какой-то второй шум. Для этого можно скопировать еще раз в вороной. И тут поставить значение, например, уже 100. После этого также перемножить. С вот этим. Ой. Вот так. И вот так. И уже отнимать какое-то значение. Вот. Еще нужно добавить возможность изменять силу дисторции на вход add. Поэтому тут нужно еще раз нод multiply. Добавить его вот сюда. А вот, можно вот так сделать. И вот сюда. И вот так. И теперь, как вы можете видеть, искажение идет не по кругу, а в разные стороны. Теперь давайте добавим еще какое-то искажение сеточкой. Для этого нужно сделать вот так. One minus. После этого добавить нод saturate, чтобы там значения не выходили за пределы единички и нолика. Давайте вот так вот все перемещу, чтобы ничего другому не мешало. И это также нужно перемножить с вот такой вот свечением, только чтобы было по краям. Оно, наверное, не сильно яркое, поэтому умножу это все несколько раз. Раз, два, семь пусть будет. И нужно добавить это все куда-то там тоже искажение. Так, у меня что-то зависло. Можно вот добавить вот сюда. Вот так. Теперь появилась вот такая вот сеточка с искажениями. Но эта сеточка нужна только в некоторых частях, чтобы оно все было, не все было покрыто сеткой. Поэтому нужно добавить сюда еще один нод в мультиплей. Так. Вот. Вот. И так. И сюда добавить какую-то текстуру с движением. Но движение этой текстуры должно быть вот через полярные координаты. Поэтому нужно создать сначала новую текстуру. Пусть это будет noise. Ой, что я пишу. Добавить нод sample texture. Добавить сюда какие-то полярные координаты. Вот. И перемножить это все с вот этой текстурой. И сюда нужно выбрать какую-то текстуру шума. Думаю, многие текстуры сюда подойдут. Но вот я выберу, например, вот такую. И теперь видите, сеточка не полностью на всем экране, а только на некоторых участках. Но этой текстуре нужно добавить какое-то движение. Поэтому после этого выхода нужно добавить нод tiling and offset. И добавить это все uv2. Тiling пусть будет 1.1. А вовсе это нужно добавить нод multiply. В одно значение добавить time, чтобы текстура двигалась. А во второе какое-то значение скорости. И это значение должно быть вектором 2. Пусть значение скорости будет вот. С 0.2. Вот так. Теперь текстура шума движется. Но это еще не все. Давайте добавим сюда какой-то цвет. А, и кстати, и после того, как мы добавили сюда текстуру с вектором 4, тут был вектор 1, нужно также поменять значение все на 777. И давайте добавим цвет сюда какой-то на выход. Для этого нужно вот это перемножить самим цветом, который можно сделать от материала. Задать его. Пусть цвет будет какой-то синий. И нужно выставить моду цвету HDR, чтобы была возможность регулировать его силу в самом цвете. И сюда добавьте вот этот color. Вот так. И цвет можно добавить вот сюда на сцену с помощью нода Add. То есть мы к цвету сцены добавляем цвет. Просто цвет. Синий. И вот такой эффект вышел. Но, как вы видите, тут нету черных оттенков, потому что мы только добавляем цвет. Если я сделаю вот какой-то intensity света очень яркое, видите, тут по краям вообще нету черного цвета. И чтобы он появился, нужно отнять от сцены вот это значение и добавить это все в нод Add. И после этого сделать само свечение ярче, сам цвет ярче свечения. Вот, например, intensity увеличить. Вот где-то на значение 2,4. Вот как-то так. А, и как вы видите, светится огромная часть экрана. Можно сделать угол чуть меньше. Для этого можно выставить Power 9. И вот теперь свечение будет только по углам. С искажением. И вот так этот эффект выглядит в Play Mode. Кстати, размер сетки можно уменьшить. Пусть будет 20. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ну и пока. До новых встреч.